Лиза бежала по ночному городу. Кругом темнота, короткий миг между июльскими сумерками и рассветом. В голове все еще раздавался грохот ударной установки и виск электрогитары. Сердце билось набатом у самого горла. Слезы застилали глаза. — Ненавижу! Как она могла? Зачем я сказала ей, что Дима мне нравится? — Она назло мне сделала это. Ненавижу! — кричало все внутри Лизы. Стук каблучков разгонял тишину пустынных улиц. Перед мысленным взором застыла картина. Дима и Лена держатся за руки, смотрят друг на друга, никого не замечая вокруг, словно они одни среди танцевального зала. Лиза влетела в квартиру, прижалась спиной к двери, тяжело дыша, будто за ней кто-то гнался. Потом скинула туфли и на цыпочках пробралась в их сленой комнату. Села на кровать, стиснула ладони между плотно сжатых колен, опустила голову и беззвучно заплакала, прикусив губу, чтобы не закричать. — Лиза, ты плачешь? Что случилось? А Лена где? Мама неслышно вошла в комнату. Лиза так резко замотала головой, что растрепанные волосы хрестали ее по щекам. — Милая! — мама подошла и села рядом, обняв дочь за плечи. — Кто тебя обидел? Скажи, не молчи! — Мама! — из груди Лизы вырвался свистящий шепот. — Как она могла? Мама! Я! — она всхлипнула. — Я люблю его! — А она? — Да скажи толком, что случилось! Мама отстранилась и встревоженно заглянула Лизе в лицо. — Лена! Сестра называется! Она! Дима! Они! Больше она не могла вымолвить ни слова. Уткнулась в мамино плечо и зарыдала беззвучно и горько. Мама гладила Лизу по спине, успокаивая. — Так бывает. Он старше тебя. Лена ему больше подходит. Юношеская любовь всегда грустная, несбыточная. Не плачь. У тебя все впереди. Встретишь и ты свою любовь. — Как ты не понимаешь, мама? Я люблю его. Мне нужен только он. Я ей рассказала, а она специально. Мама! — Тише! Тише! Любить не значит обладать. Быть вместе. Если действительно его любишь, отпусти его. Оставь их. А жизнь все расставит по местам. Придет время, и ты поймешь, что Лена не специально сделала это. Они любят друг друга. Лиза постепенно успокаивалась, хотя еще долго всхлипывала, вздрагивала острыми плечами. Мама ушла спать. Лиза тоже легла в кровать. Долго смотрела в темноте широко распахнутыми глазами. Ворочалась в постели, то откидывая себе одеяло, то наоборот, укутываясь в него. Как в кокон. Когда в двери щелкнул замок, она зажмурила глаза и притворилась спящей. Слышала, как Лена осторожно вошла, как шуршала одеждой, раздевалась. Скрипнули пружины кровати, стоявшей у противоположной стены. — Ты спишь? — раздался шепот сестры. Лиза плотнее сжала веки, стараясь не дышать. Лена улеглась удобнее и затихла. Незаметно Лиза заснула тоже. Утром за завтраком Лиза бросила короткий взгляд на сестру. Лена выглядела спокойной и счастливой. — Мам, Дима сделал мне предложение. Вдруг сказала она, жуя сырник. Лиза поперхнулась. — Мама тревожно смотрела то на Лизу, то на Лену. — Ты любишь его? — спросила она. — А, понятно. Ты тоже считаешь, что я его убила у Лизы. — Как же, все лучшее детям. — Я не ребенок! — вскрикнула Лиза и вскочила из-за стола. — Ножки стула жалобно скрипнули по плиткам пола. — Если не ребенок, то поздравь! Он выбрал меня! Лена победна для дела на младшую сестру. Лиза с ненавистью глянула на Лену, сжала губы и выскочила из кухни. — Зачем ты так? — донесся до нее укоризненный голос мамы за спиной. Что ответила Лена, она не расслышала. Лена упала на кровать в их сленой комнате, уткнулась в подушку и расплакалась. Ей было так плохо, что она готова была умереть, взорваться от ненависти к сестре, разлететься на тысячи мелких осколков. Ее мутило от навалившегося горя. — Дима! Он женится на Ленке! — Этого не может быть! Как же несправедливо! За что он так со мной? Между сестрами была разница в восемь лет. Лиза только окончила школу, а Лена после института уже работала в строительной компании вместе с Димой. Сестры не были похожи, словно у них были разные родители. Лена высокая, с прямыми светлыми волосами, большими серыми глазами и аккуратным носиком. Лиза ниже ростом, с темными вьющимися волосами. Глаза у нее были цвета чая, как у папы, а нос — с горбинкой, которую Лиза ненавидела. Отец погиб в аварии, когда Лизе было пять лет. Он возвращался с дачи, шел сильный дождь. Ехавший навстречу грузовик, вылетел на встречную полосу. Отец умер на месте аварии. Лиза его почти не помнила. Мама растила их одна. Свадьбу назначили на конец августа. Подготовка шла полным ходом. Лиза старалась в ней не участвовать. Когда мама или Лена спрашивали ее совета, стараясь вовлечь в предсвадебные хлопоты, она равнодушно кивала, уклоняясь от участия. С какой стати она будет высказывать свое мнение? Советовать что-то предатель нецеление. Это ее свадьба. Пусть делает, что хочет. Когда мама спросила, в чем Лиза собирается пойти на свадьбу сестры, она резко ответила, не задумываясь. Ни в чем. Я на нее не пойду. Лиза каждый день ждала, что вот сегодня что-то произойдет, что нарушит ход событий и помешает свадьбе. Но время шло, а ничего не происходило. И вот уже завтра Дима станет мужем Лены. Мама все же уговорила Лизу пойти на свадьбу. Как же это? Что люди скажут? Сестра родная замуж выходит, а ты не пойдешь? Лиза ярко накрасилась, надела красивое платье, высокие каблуки. Пусть Дима увидит и пожалеет, что выбрал Ленку, а не меня. Они с мамой ехали в конце свадебного каравана в машине каких-то родственников. Перед входом в здание ЗАГСа уже стояли молодые со свидетелями и ждали остальных. Маму сразу взяла под руку мать Димы, и они о чем-то зашептались. Лиза стояла в стороне. Когда все вошли в распахнутые стеклянные двери, она задержалась, постояла мгновение. Потом решительно спустилась с крыльца с колоннами и пошла прочь. Лиза до изнеможения гуляла по городу. Натертые новыми туфлями ноги нестерпимо болели при каждом шаге. Лиза присела на скамейку в сквере. Наступили сумерки. Людей на улице становилось все меньше. Лиза встала и снова упала на скамейку, скорчившись от боли. Она сняла туфли и пошла босиком, оступаясь на мелких камешках, резавшейся в ногу ступней. Когда кто-то окликнул ее, она вздрогнула и удивленно посмотрела на парня. — Девушка, далеко вы так не уйдете, давайте вызову вам такси, — предложил парень. — Я могу и сама вызвать, — неприветливо ответила Лиза и пошла дальше. — Постойте, вы еле на ногах держитесь. Одна, босиком, ночью. Не самая-то хорошая идея. Лиза остановилась и посмотрела на незнакомца. В темноте он чем-то напоминал Диму, такой же высокий, широкоплечий. — Вам какое дело? — огрызнулась Лиза. — Одной ночью опасно, тем более такой красивой девушке. Я все-таки провожу вас. И он решительно пошел с ней рядом. Выйдя из сквера, он остановил проезжающую мимо такси. Лиза так устала, а натертые ноги так болели, что она безропотно села в машину. На следующее утро она вышла из дома, пока мама спала после шумной долгой свадьбы. У подъезда ее ждал вчерашний парень. При дневном свете он совсем не был похож на Диму. Она скорее догадывалась, чем узнала его. — Вы? Я что-то забыла в машине? — неприветливо спросила она. — Нет, просто пришел. — Ого! Вы сегодня в кроссовках! Что, совсем стерли ноги вчера? — Не ваше дело, — грубо ответила Лиза и сделала шаг в сторону. — Да что вы все время убегаете! — скрикнул он. И Лиза остановилась. — Я Стас! — парень протянул ей руку. Лиза мгновение подумала и вложила свою руку в его широкую ладонь. Она была такая теплая и уютная, что не приезд к парню тут же прошла. Напряжение, которое все последнее время сидело внутри, словно сжатая пружина, вдруг отпустило. — Лиза, — ответила она, нехотя. — Я бы пригласил вас погулять, но, думаю, это не самая удачная идея. Он красноречиво посмотрел на ее ноги. — Может, в кино? Лизе было все равно. Одной оставаться не хотелось. Домой возвращаться тоже. Мама будет упрекать, ругать ее за вчерашнее бегство со свадьбы. Обсуждать свадьбу, слушать уговоры мамы, смириться. Она больше была не в силах. И Лиза согласилась пойти в кино. Стас рассказал, что уже два года работает на заводе после окончания института. А когда он узнал, что Лиза поступила в университет на факультет иностранных языков, сразу попытался сказать какую-то глупую фразу на английском. Лиза весело рассмеялась. Лед между ними окончательно растаял. Лиза теперь жила в комнате одна. Когда приходила Лена, она искала следы изменений, которые, как она считала, должны были произойти с сестрой. Но та весело болтала. Получилось счастье. Иногда они приходили вместе с Димой. Тогда Лиза под любым предлогом сбегала из дома. Со Стасом они теперь встречались почти каждый день. Оказалось, что Лену он знает. Учились с ней в параллельных классах. Лизе с ним было интересно, но кроме дружеской симпатии ничего к нему не испытывала. Он помогал отвлечься от мысли о Диме. За это Лиза была ему благодарна. И только. Через полгода он сказал ей, что ему предложили работу на новом заводе в Новосибирске. Набирают новые кадры. А я... Лиза вновь испытала чувство потери. Как тогда, когда Лена сказала о предложении Димы. «Что ты? Ты бросишь меня?» Несмело спросила она. «Нет, но ты же не поедешь со мной. Как же учеба? Мама у тебя одна останется. Потом в качестве кого ты поедешь?» «Я, конечно, не против. Но ты не любишь меня. Я же вижу...» В его голосе звучала обида и растерянность. «Ладно, забудь. Это я так, от неожиданности». Лиза искусственно засмеялась. «Нет, постой. Если ты согласна, то мы подадим заявление в ЗАГС. Распишемся. Нужно оформить переезд в университет. Если я приеду с женой, мне дадут сразу квартиру там». «Ты сейчас делаешь мне предложение?» Усмехнулась Лиза и лукаво посмотрела на Стаса. «Вроде того. А ты согласна? Ну, поехать со мной». Стас с надеждой ждал, что ответит Лиза. «Да», — с отчаянием сказала она. «Да», — повторила более уверенно. «Лиза». Он обнял девушку и крепко прижал к себе. «Лиза, я даже мечтать не мог об этом. Лиза». Лиза уткнулась лбом в его грудь, прикусила губу, сдерживая слезы отчаяния. Лиза настаивала не устраивать шумную свадьбу, обойтись только росписью. Не хотела повторять свадьбу сестры, которая была связана для нее с болью, с крушением надежд. Пусть все пройдет тихо, без суеты и шума. Мама нехотя уступила, при условии, что этот год Лиза доучится здесь. В Новосибирск переведется летом, перед вторым курсом. Тем более, что роспись будет только через месяц, в апреле. И учиться останется, всего ничего. Летом поедешь к мужу, ему будет чем заняться, обустраивать квартиру. Мама пристально посмотрела на Стаса, ища у него поддержки. Стас согласно кивнул. Хотя с Лизой ему не хотелось расставаться ни на день. Вот и хорошо. Мама облегченно вздохнула. «Мам, я люблю тебя!» Лиза обняла маму. «Скоро внуки будут, тебе не придется скучать». «Внуки? Лена беременная?» Мама отстранилась от дочери. «А почему она мне ничего не сказала?» Лиза смущенно опустила глаза. Ничего она не знала. С сестрой они едва перекинулись пару слов. «Я не знаю. Просто подумала, что после свадьбы... Разве они не хотят детей?» Неуверенно сказала она. «Дети и без свадьбы рождаются». Мама вздохнула и красноречиво глянула на Стаса. Теперь наступила его очередь отвести взгляд. Последние дни перед отъездом Стаса они с Лизой старались проводить как можно больше времени вместе. Лиза привыкла, что он всегда рядом. С ним было спокойно и надежно. Через неделю он уехал один, согласившись с мамой Лизы, что если свадьбы не будет, то он лучше займется ремонтом квартиры к приезду Лизы. Приедет ближе к дате росписи. Время стремительно летело, помогая сократить период расставания. Помогали и частые звонки. Когда Стас приехал, Лиза совершенно неожиданно для него радостно бросилась ему на шею, расцеловала. И Стас поверил, что она его любит. Был рабочий день, поэтому перед входом в здание ЗАГС не толпились кости, не прихорашивались невесты в белоснежных пушистых платьях, не гудели украшенными лентами и букетами цветов машины, увозя на праздничные банкеты новоиспеченных молодоженов. Лена с Димой тоже пришли поздравить с огромным букетом цветов. Лиза так волновалась, что не обращала на них внимания. Роспись прошла торжественно, но спокойно. Лиза не верила, что это происходит с ней, что у нее теперь есть муж. Ей казалось, что она вот-вот проснется. Дома в семейном кругу они посидели за праздничным столом. Стас то улыбался, то грустил. Ему нужно завтра уезжать. На работе дали отпуск на три дня на свадьбу. После сессии Лиза приедет к нему, но до тех пор ему придется жить одному, скучать и ждать. Лиза готова была уехать с ним хоть сейчас, лишь бы не видеть счастливых Лену и Диму, забыть их, выбросить из своей жизни. Радостное возбуждение, которое она испытывала в этот день, давало надежду, что так и будет. Спать они легли в комнате, которую Лиза раньше делила со своей старшей сестрой. Чувствовала она себя неловко, когда Стас обнял ее и стал жадно целовать. Она отстранилась. «Мама в соседней комнате. Я так не могу. Прости», – прошептала Лиза. Стас нехотя отпустил ее. Устав за долгий и волнительный день, Лиза быстро заснула, положив голову на плечо мужу. Стас не сомкнул глаз, лежа рядом с любимой женой, такой близкой и такой недоступной. Утром он стал разбитый, не выспавшийся, недовольный, что приходится расставаться. Лиза, наоборот, счастливо улыбалась, безумолку болтала, собирая мужа в дорогу. У нее были занятия, которые она с удовольствием пропустила, чтобы проводить Стаса в аэропорт. Потянулось время ожидания, ежедневных телефонных звонков, долгих разговоров. Стас отчитывался, как идет ремонт, советовался, что купить из мебели. А Лиза рассказывала, как проходит сессия, легко говорила, что скучает, ждет не дождется, когда увидит все своими глазами. Наконец, сессия осталась позади. Лиза с волнением и тревогой собиралась в дорогу. Она никогда не покидала родной город, никогда не летела на самолетах. Живот сводило от страха лететь совершенно одной. Лиза в такси прижималась к маме, с грустью смотрела, мелькавший за окном родной город, в котором прожила всю свою жизнь. Снова была как во сне, ожидая, что вот-вот проснется и увидит, что никуда не уезжает, а просто едет с мамой по магазинам. Что они вернутся в их квартиру и будут жить вместе, как прежде. О своей жизни со Стасом в их квартире она старалась не думать. Квартира, которую Стас привез ее из аэропорта, оказалась маленькой, с крошечной прихожей и кухней, в которой вдвоем едва можно развернуться, но чистой и светлой. Стас переклеил обои, купил новую недорогую мебель, посуду. Он с гордостью показывал Лизе, как за два месяца устроил первое их совместное гнездышко. «Если что-то еще нужно, скажи, завтра пойдем и купим. Квартира, конечно, маленькая, но нам пока хватит, согласна?» Директор обещал дать двухкомнатную квартиру, когда у нас появится ребенок. При этих словах голос Стаса стал низким и глухим. Он обнял жену и стал горячо целовать. Сердце испуганной птицы затрепетало в груди Лизы. То ли от страха, то ли от неотвратимости того, что должно было рано или поздно произойти. Сон оказался явью. Лиза не могла ответить такой же страстью Стасу. Была скованной и несмелой, но она поборола страх, позволила ласкать себя и целовать. «Пусть все произойдет скорее!» с отчаянием подумала она и прижалась к мужу. В квартире не осталось ничего от прежних владельцев, но Лизе чудилось, что она чувствует незнакомые запахи, ощущает незримое присутствие живших здесь до них людей. Это настораживало и пугало, но Стас оказался нежным и внимательным, и Лиза постепенно успокоилась. Поздним вечером она начала разбирать чемодан, развешивать свои вещи в шкаф, оттягивая момент, когда придется ложиться спать. «Помнишь нашу первую встречу?» Стас подошел к ней, встал напротив. «Ты тогда была похожа на испуганного ребенка, который делает вид, что ему совсем не страшно. Ты была такая одинокая и потерянная, что мне захотелось тебя защитить от всего на свете. Ты сейчас выглядишь точно так же!» Он закрыл дверцу шкафа, взял Лизу за руки. «Завтра утром мы вместе все уберем». Лизе понравилось быть хозяйкой в своей маленькой квартире. Она покупала разные мелочи, которые делают дом уютным, а жизнь комфортной. Старалась приготовить вкусный ужин. Стас приходил с работы, замечал малейшие изменения в квартире, одобрял покупки, нахваливал приготовленный ужин. Перед самым началом учебного года Лиза встретила его расстроенная, с раздражением сказала, что беременна. Стас обрадовался. «Ты рад? А как же учеба?» расплакалась Лиза. «Ты же не родишь прямо сейчас. Завтра я пойду к директору и поговорю с ним. Он же обещал улучшить жилищные условия, как только ты родишь. К нам тогда сможет приехать твоя мама и помочь первое время. В крайнем случае возьмешь академический отпуск. Я рядом, помогу, не волнуйся», уговаривал Стас. И Лиза успокоилась. Им действительно дали двухкомнатную квартиру. Перед самой сессией она родила девочку. Счастливый Стас накупил одежды малышке, кроватку и коляску. Каждый день приходил в роддом и отчитывался. Говорил, что любит, что ждет не дождется, когда обнимет их с дочкой. Приехала мама. Она сидела с маленькой Вероникой, пока Лиза сдавала сессию. Девочка росла смышленной и спокойной. Родители души не чаяли в Веронике. Но второго ребенка Лиза не хотела. Когда Стас нашел у нее противозачаточные таблетки, устроил скандал. Но Лиза убедила его, что ей нужно окончить университет. А то будет каждый год брать академы, станет вечной студенткой или вообще бросит учебу. Стас сдался, как всегда. Он уже не строил иллюзий по поводу чувств жены. Лиза всегда была с ним сдержанной. Но любовь дочери, тянувшей к нему ручки, радостно встречавшей его с работы, с лихвой компенсировала холодность жены. Когда Вероника прижималась к нему, обхватив за шею маленькими ручонками, его сердце таяло от умиления и любви. Так они и жили, пока однажды вечером не раздался телефонный звонок. Бабушка звонит. «Доедай котлету, а то не дам с ней поговорить», строго сказала Лиза дочери и прижала мобильник к уху. Она изменилась в лице, не успев сказать ни слова. Вероника с открытым ртом смотрела на маму. Стас отложил газету. «Мама, держись! Я прямо сейчас вылетаю!» На глазах Лизы выступили слезы. Она опустила трубку, словно та вдруг стала невыносимо тяжелой. «Что случилось? Да говори же скорее!» поторопил Лизу встревоженный Стас. Лена опаздывала, перебегала дорогу. Ее сбила машина, она погибла. Лиза бросилась к Веронике, обняла ее так крепко, что та заверещала. «Больно, мама! Пусти!» Лиза вспомнила, как кричала, что ненавидит Лену, когда та сообщила, что выходит за Диму замуж. И вот она умерла. Вместе с ней умер ее нерожденный ребенок. Лиза не хотела этого. Стас собирался лететь на похороны вместе с женой. «А Веронику куда? Там некому будет за ней присмотреть!» «Да и нечего ребенку там делать! Это похороны, а не утренник в садике!» жестко сказала Лиза. Она взяла себя в руки и быстро собралась. Стас согласился с ней, остался с Вероникой дома. «Ты только почаще звони, мы будем переживать!» Стас пытался оторвать Веронику от Лизы. Дочка обхватила ноги мамы и хныкала. Проститься с Леной пришли подруги, соседи, малочисленные родственники. Мама беспрекословно плакала. «Леночка, как же так? Не уберегла я тебя!» Когда к ней обращались, мама терялась и не понимала, чего от нее хотят. Беспомощно искала глазами Лизу. Лизе приходилось самостоятельно решать все связанные с похоронами проблемы. От Димы не было никакого толку. Он безучастно смотрел пустым, безжизненным взглядом, погрузившись в свое горе. Поминки устроили дома, соседи помогли приготовить поминальную трапезу. Мама посидела немного за столом, потом ушла в бывшую их с Леной комнату. Лиза усаживала за стол тех, кто опаздывал, выслушивала соболезнования тех, кто уже уходил. Не забывала напомнить дату, пригласить на девять дней. Меняла тарелки, забегала к маме, узнать, не нужно ли чего. К концу поминок она валилась с ног от усталости. Наконец все разошлись. За столом остался один Дима. Он сидел, опустив голову над пустой тарелкой, так и не притронувшись к еде. Лишь выпил одну рюмку водки. Лиза убрала со стола, перемыла посуду, отказавшись от помощи услужливых соседок. Она долго смотрела на неподвижно сидевшего Диму. Подошла, тронула его за плечо. Он поднял голову. Взгляд его вспыхнул надеждой и радостью, но тут же снова потух. «Вы так похожи!» сказал он и снова опустил голову. Лизу передернуло. «Помоги собрать стол!» сказала она немного раздраженно. Его безучастность начинала бесить ее. Он послушно встал. Они сложили стол книжку, поставили к стене. Комната приобрела прежний, хорошо знакомый, лизевит. «Я пойду», не глядя на Лизу, сказал Дима, но не тронулся с места. «В субботу будет девять дней. Нужно сходить на кладбище», сказала Лиза, чтобы прервать молчание. «Я позвоню тебе накануне, напомню», Дима кивнул. «Хочешь, я провожу тебя?» с надеждой спросила Лиза. «Я справлюсь». Дима словно проснулся, бросил на нее короткий взгляд и ушел. Лиза осталась одна. Она не могла разобраться в своих чувствах. Ей было жалко сестру и маму, про Стаса и Веронику. Она почти не вспоминала. Изредка звонила, но, ссылаясь на занятость, быстро оканчивала разговор. На нее нахлынуло прежнее чувство к Диме, хотя от него прежнего почти ничего не осталось. Он возмужал, стал не таким красивым, на висках появилась седина. Но это был ее Дима. Ей не нравилось, как он вел себя на похоронах Лены, как гость, взвалив на ее и маминой плечи все заботы. Но Лиза тут же нашла ему оправдание. Горе сломило его. А кто бы в такой ситуации вел себя по-другому? Разве только Стас? Но воспоминания о муже стерли жалость и нежность к Диме. Все последующие дни Лиза помогала маме справиться с горем потери старшей дочери. Накануне девятого дня Лиза позвонила Диме, напомнила, что завтра в десять они едут на кладбище. Я помню, я заеду за вами. Лиза поразилась в перемене, произошедшей в нем. Говорил он уверенно, отрывисто и даже зло. И выглядел совсем не так, как в день похорон. Лиза убедилась в этом на кладбище. Мама снова плакала. Дима успокаивал ее, поддерживая под руку. Он сам убрал завядшие живые цветы и аккуратно положил новые, поправил сбившиеся от ветра траурные ленты на венках, уверенно вел машину, подвозя их домой. Они немного посидели за столом, помянули Лену. Мама беспрекословно плакала. Лиза увела ее в другую комнату, уложила в кровать. Дима то и дело подливал себе водки. Лизе пришлось даже остановить его. Он почти не ел и его быстро развезло. — Хватит пить. Пойдем, я провожу тебя домой. Машину заберешь завтра. Лиза встала из-за стола. Лиза. Дима обнял ее за талию. Уткнулся лбом в ее живот. — Как мне жить? Он поднял на нее пьяные глаза. Лиза погладила его по голове. Сердце забилось в груди от его близости, жалости к нему. Руки дрожали. — Пойдем, я провожу тебя, повторила она мягко. Он послушно встал и пошел за ней. На улице Лиза взяла Диму под руку, не заботясь, что подумают о них. Полдень, выходной день. Запросто можно встретить знакомых. Всю дорогу Дима жаловался. Как ему плохо, не знает, как жить дальше. Снова говорил, как они с Леной похожи. Лиза вошла в их квартиру и огляделась. На спинке стула висел халат Лены. Наверное, Дима повесил. Лена всегда бросала его на сиденье. Дима сел на неубранный после сна диван, обхватил голову руками и стал раскачиваться из стороны в сторону. Лиза села рядом, обняла, стала успокаивать, шепча, что надо жить дальше. Кубами прижалась к его щеке. Дима вдруг развернулся к ней, прижал к себе и стал целовать. «Ты мой, мой, я не отдам больше тебя никому!» горячо шептала она, отвечая на ласки Димы. Они лежали, тяжело дыша. Сердце Лизы радостно билось в груди. Ее не смутило, что, забывшись, он назвал ее именем сестры. «Не нужно нам было этого делать. Лене не понравилось бы». Его слова пощечиной ударили Лизу. «Лене не понравилось бы?» о ней вспомнил. «Не таким уж ты был и пьяным, чтобы не помнить, что делаешь. Ты слабак. Я любила тебя, а ты ненавижу!» Выкрикивая ругательство, Лиза вскочила с дивана, откинув мягкую простынь. «Прости», лишь сказал Дима. Лиза замерла, одевая колготки. Она хотела бы ударить его, бить долго и ожесточенно. Только это не поможет. Со всей оглушительной реальностью на нее обрушилось сознание, что он никогда не любил ее, а всегда любил Лену. Она схватила халат Лены и швырнула его в лицо Диме. «У нее проси прощения». Лиза торопливо оделась и выскочила из квартиры. Всю дорогу до дома она бежала, задыхаясь от душивших ее слез и обиды. Один раз чуть не попала под колеса, выскочившей, из-за поворота машины. «Куда прешь, дура? Жить надоело!» крикнул гневно водитель. Лиза отшатнулась, побежала дальше, уже стараясь глядеть по сторонам. Дома она без сил опустилась на низкий табурет в прихожей. «Лиза, ты что, неужели все еще любишь его?» «Астас, как же теперь?» Мама застыла в дверях прихожей. По виду дочери мама все поняла, почувствовала своим материнским сердцем, вздохнула и ушла в комнату. Лиза бросилась за ней. Мама сидела на диване, отвернувшись к окну. Лиза опустилась перед ней на колени. Полы распахнутого пальто опавшими крыльями легли по сторонам. «Глупая, ты убила себе в голову, что любишь его. Все время надеялась на что-то. Это я виновата. Надо было тебе сразу после похорон отправить домой, к мужу, к дочке». Лиза положила голову на колени матери и заплакала. «Поплачь, никогда не поздно проснуться и все исправить. Ты скажешь мужу?» Лиза подняла голову, посмотрела покрасневшими, опухшими от слез глазами на мать. «Не знаю. Я вечером улетаю». «Бедная ты моя!» Мама вздохнула. «У них долго не получались дети. Жалко, что Лена не оставила после себя ребеночка. Утешение мне было бы. Хорошо, что у тебя есть Вероника. Стас любит тебя. Не потеряй его». «Да, мама, я постараюсь. Мы приедем летом в отпуск. А может, ты к нам приедешь?» Мама покачала головой. Весь полет Лиза думала, как поведет себя, что скажет и скажет ли вообще. Но умолчать не получится. Обманывать дальше Стаса она не будет. «Будь, что будет», решила Лиза. И ей стало намного легче. Уже ночью она позвонила Стасу, сказала, что прилетела, что встречать ее не нужно, она уже на такси едет домой. Лиза тихо вошла в квартиру, заметила узкую полоску света под дверью в комнату. Стас не спал, ждал ее. Она тихо вошла. Стас сидел в кресле под работающим с выключенным звуком телевизором и дремал. Лиза смотрела на мужа, только сейчас, понимая, как нужен ей. А она все это время отталкивала его. От позднего раскаяния выступили на глазах слезы. Стас открыл глаза, увидел Лизу и вскочил. «Ты уже приехала, а я задремал». Он обнял ее, но вдруг отпустил, сделал шаг назад. «Я устала и замерзла. Поставь, пожалуйста, чайник». Лиза специально отослала его. Она не в силах была вынести его взгляда. Дала себе время перевести дух, успокоиться. Потом зашла на кухню, села за стол. Стас стоял у плиты, на которой шумел закипающий чайник. «Как все прошло? Как мама?» Стас смотрел внимательно на Лизу. «Хорошо, если можно так сказать о похоронах. Мама все время плачет. К нам приехать отказалась». Стас кивнул. «А муж Лены?» Задал он вопрос, которого сильнее всего боялась Лиза. Они несколько мгновений смотрели друг на друга. Стас первый отвлек взгляд. «Я должна тебе сказать, начала Лиза, не надо, я знаю, что ты всегда его любила, а меня терпела. Я приму все, что ты решишь, но без вас, без Вероники, моя жизнь не имеет смысла». А он любил все эти годы Лену, мою старшую сестру. Я ошибалась, обманывала себя столько лет. «Ты дашь мне возможность все исправить?» Стас отвернулся, выключил газ, налил в чашки чай, но на стол их не поставил. «Будет трудно, я не обещаю, что при случае не упрекну тебя, не сорвусь и не наговорю гадостей. если ты разобралась в себе, если... Давай попробуем сначала. Я не смогу без вас, без тебя», глухо говорил Стас, отвернувшись от Лизы. Она встала из-за стола, подошла к мужу и прижалась к его спине. «Я недостойна тебя». После недолгого молчания Стас произнес обычным спокойным голосом. «Меня отправляют в командировку в Лондон. Ты мне поможешь хоть несколько фраз выучить на английском? Я же совершенный ноль в нем». «А когда командировка?» Лиза не могла сдержать радости. Лед между ними таял. Лизе хотелось расцеловать мужа, но она понимала, что сейчас не стоит этого делать. Со Стасом так нельзя. «Через две недели времени предостаточно. Я способный». Стас развернулся к ней и улыбнулся своей широкой и открытой улыбкой. «Спасибо, что были со мной. Всем хорошего настроения!»